Все окна закрыты решетками. В центре вершины, который располагается под Казанью, в поселке Осиново, первый этап прокурорской проверки состоялся неделю назад. В тот момент в доме реабилитацию проходили 17 человек. Это те, кто страдает алкогольной и наркозависимостью. Сотрудники надзорного ведомства нагрянули сюда вместе с пожарными и инспекторами Роспотребнадзора. Грубым нарушением пожарных надзоров является отсутствие аукционных выходов на втором этаже и отсутствие автоматической сигнализации. 21 апреля в ДНГ прокурорам подано исковое заявление в ДНГ суд о запрете деятельности ООО «Вершина» по высшему указанному адресу до устранения нарушения пожарной и санитарно-технологичного законодательства. Кроме того, в ООО «Вершина» отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности. Какие нарушения-то вы... В акте проверки были указаны. Акт проверки был направлен вашему директору общества. На том конце провода юрист центров. Пустить сотрудников правоохранительных органов и нашу съемочную группу в дом отказались. Проверить, устранены ли нарушения сотрудник прокуратуры, не смог. По словам бывших клиентов, внутрь подобных центров без предупреждения не пускают никого. Даже родственников реабилитантов. Моё мнение, это просто выкачивание денег. Вот и все. Мне, по факту, не особо научу дало. Я сорвался. За то, чтобы Виктор излечился от наркозависимости, его сестра заплатила частному центру 300 тысяч рублей в течение полугода. Однако методы, которые используются сотрудниками подобных заведений, по мнению Виктора, выздоровлению не способствуют. При мне один убежал, как бы его поймали. Ему хотели повесить 20-килограммовый блин от штанги на шее, на цепи заставить дом мыть. Он как бы схватил стул, начал себе голову расшивать и ему предотвратить. И потом это массовое избиение пошло уже. Главное преимущество таких центров перед государственными – клиентов они берут без их согласия. Поэтому отчаявшиеся родственники готовы платить любые деньги, лишь бы вернуть близкого человека к нормальной жизни. Однако претензий к деятельности таких домов, как выясняется, хватает не только у бывших клиентов, но и у сотрудников надзорного ведомства. Прокурорами выявлено серьезное нарушение правил пожарной безопасности, санитарно-педагогического, градостроительного законодательства. В этой связи, по результатам проверок, прокурорами внесено 12 представлений об устранении нарушения закона. Возбуждено 18 дел об административных пронушениях в указанных сферах. По 19 центрам прокуроры направили в суды исковое заявление о запрете их эксплуатации до устранения выявленных нарушений. Как показывает практика, если случаются трагедии, то доказать что-либо бывает непросто, ведь клиенты попадают в частные центры реабилитации по письменному согласию родственников. Поэтому эксперты советуют, выбирая центр, необходимо убедиться в наличии у него лицензии на оказание медицинских услуг, а также лично побеседовать с врачами, которые будут заниматься реабилитацией. Светлана Белова, Дмитрий Рыженко, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.